Николай родился 31 августа 2004 года, и скоро ему исполнится 16. С трех лет он сопровождает папу президента на важных мероприятиях и встречах. С отцом Коли объехал почти весь мир и обрел много полезных связей. Юноша знаком с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Сицей Зиньпинем, двумя папами римскими, угочавесом и другими влиятельными политическими деятелями. Рост Александра Лукашенко – 1,8 метра. Красавец сын Коли заметно выше папы, парень вытянулся под 2 метра. В детстве Николай обладал пухлыми щечками, а сейчас имеет атлетическое телосложение без намека на лишний вес. Внешность молодого человека позволяет спутать его с советником президента, парень выглядит старше своих лет. Президент Беларуси никогда не заявлял в СМИ, кто именно является матерью Коли, однако давал намеки в интервью КП. Ру, мама работает врачом. Это не секрет. Что тут скрывать? В сети считают, что родила Николая Ирина Абельская, бывший личный доктор Александра Лукашенко. Внешне Ирина с Колей очень похожи, поэтому их родство не вызывает сомнений. В 2020 году юноша поступил в лице Белорусского государственного университета. С сентября он будет учиться в 10-м классе по направлению биология. Раньше Николай ходил в Астрошицеко городокскую среднюю школу. В 9-м классе он занял первое место в районной олимпиаде по химии и получил диплом третьей степени на областном этапе соревнования по этому предмету. Николай знает несколько иностранных языков. Он отлично говорит на английском, зубрил китайский и в настоящее время изучает испанский. Коля активно занимается спортом, биатлоном и хоккеем. На лыжи он встал в трехлетнем возрасте и за годы тренировок достиг больших успехов. В 2018 году на соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер» он завоевал бронзу в спринте и серебро в смешанной эстафете. В хоккейной команде сын президента выступает в роли нападающего. Он играет в сборной отца под номером 31 и является самым молодым в коллективе. Нередко Колю признают лучшим участником турниров. Так произошло и в марте 2020 после игры команды Лукашенко со сборной Брестской области. С первого класса Николай Лукашенко играет на фортепиано. Ему нравится джаз и классическая музыка. Педагог парня Елена Асташкина мысливщик отзывалась о Коле. Он глубоко анализирует все, что делает, пропуская через мощнейший внутренний фильтр. В творческом плане он боец. В 2018 году на фестивале Александрия собирает друзей юноша сыграл композицию вертания до спадчины «Возвращение к наследию». Прим. Ред. До слез растрогов отца, который сидел в зрительном зале. У президента Республики Беларусь есть личное подворье с большим количеством животных, лошадей, коров, кур, страусов, овец и т. д. На ферме выращивают картофель, арбузы и другие культуры. Николай с детства помогает отцу по хозяйству. Он знает клички всех животных, понимает технику производства фермерской продукции и помогает распространять продовольствие. В 2016 году Коля рассказывал, у нас много продуктов. Мы развозим их по разным домам, интернатам, и в школу нашу привозим, и помогаем детским домам. И ничего на месте не лежит. Глава Беларуси не раз отмечал, что младший сын критикует его. К примеру, когда Александр Григорьевич решил перенести начало школьных занятий на час позже, Николай оперативно на это отреагировал, «Ты не то делаешь, не нужно в 9 часов. Как родители детей повезут. Это же не сын президента едет». В интервью Алексею Венедиктову президент говорил о Коля, он очень просвещенный. Он очень взрослый. Это взрослый человек в переходном возрасте со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер, чтоб ты знал. Особую популярность принесла юноша прямая трансляция Парада Победы 24 июня 2020 года в Москве. После нее соцсети заполнили посты юных фанаток Николая. «Хочу на завтрак картофельное пюре, на обед жареную картошку, на ужин Коля Лукашенко», писали поклонницы парня. Девушек впечатлил сын белорусского президента. Многие девчонки влюбились в него, в шутку прозвав парня крашем «Всея Руси». Сейчас ТикТок, ВКонтакте, Твиттер и другие соцсети продолжают пополняться новыми постами о Коле Лукашенко. Одни девушки мечтают выйти за него замуж, другие даже не надеются на это, но трепетно восхищаются красотой Николая. Люди из окружения юного наследника президента хорошо отзываются о нем и отмечают его положительные черты. Тренер Коли по хоккею Дмитрий Басков признавался, не хочу заниматься популизмом, но Николай очень крутой. Для своего возраста он очень воспитанный, интеллигентный, честный и открытый. И я часто привожу Николая в пример своему сыну, обращая внимание на то, как он повел себя в той или иной ситуации. Знакомая Николая по телевизионным съемкам Валентина Гришина тоже поделилась своим впечатлением о юноше, он раскрылся нам добродушным, очень открытым мальчиком, очень гостеприимным. И он такой человек, слова и дело. Что ж, охотно верим. Текст Екатерина Ежова фото, Алексей Никольский, ТАСС, Михаил Клементьев, ТАСС, Наталья Федосенко, ТАСС, Инстаграм.